всем привет дорогие друзья доброе утро в эфире игромания игромания утром сегодня 2 октября мы на игромире продолжаем наш марафон второй день где-то к середине его мы перевалим через экватор надеемся сегодня выпуск пройдет без накладок мы сможем закончить кулер да скажем откровенно что вчера мы закончили с основным блоком поэтому в целом передача может состоявшийся сегодня мы наверное будем уже сконцентрироваться на новых новостях а что вчера не озвучено это карма с вами артоваз мурадян захар бочаров и василий копейкин за кадром и не только еще жора жора следит за порядка да следит за порядком и отвечает на ваши вопросы но сильно него не отвлекайтесь потому что все новости прослушайте даже жора не знает новостей он просто знает ответы на ваши вопросы жора знает все про жизнь кроме игровых новостей вот такие небольшое объявление что мы разыгрываем среди всех зрителей на протяжении всех трансляций сегодня карточки gt на 2 евро вчера мы разыграли еще и ключи на star wars господи еще и ключи на starcraft legacy of the void бета поэтому друзья если вы будете смотреть и ну и вообще модераторов я прошу напоминать людям потому что мы сможем об этом сказать только скорее всего сейчас люди приходят и уходят поэтому если вы периодически людям напоминать потому что это к вам вчера много разыграли но не все ответили чтобы получить эти карты а может еще не успели просто да может еще не успели но тем не менее друзья проверяйте свою личку если вы выиграли вообще лучше проверяйте в целом все разыгрываем среди всех зрителей только на игромире без прецедент на акции да да может увести всем не только нашим подписчикам вот такие вот дела да но и нашим подписчикам тоже всем зрителям в твиче собственно быстренько напомним про скидку давай на сайте g2.com на star wars battlefront при оформлении заказа набираете игр свб игр свб все правильно свб я забыл как называется подзаголовок у этой игры по звездным войнам вот и получите 20 процентную скиску 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 процентную киску для для русской версии оригин да вот я не забывайте что у g2 сейчас проходит потрясающая распродажа игра миру там можно купить фифу фифу 2016 gta 5 mad max и все очень дешево и все самое дешевле чем где-либо где бы то ни было почти бесплатно вот все верно да переходим к основному блоку да мы сегодня с места в карьер основной блок гран туризма 7 может получить поддержку устройств виртуальной реальности мне нравится что гран туризм 7 еще грубо говоря официально не заанонсировали да 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 то есть она должна в разработке как бы уже говорили но там прямо официально все дела этого не было еще в следующую часть гоночной серии гран туризм могут добавить поддержку устройств виртуальной реальности об этом сказал не оба кто а глава sony worldwide studios с их ей и сида он сказал что провели определенное количество тестов и our устройств в играх разных жанров и есть некоторые выигрышные жанры в которых очки виртуальной реальности показывать себя лучше всего и гонки это непосредственно один из них поэтому я всегда очень надеется что следующая часть гран туризма будет поддерживать подобные устройства президент надеется мне нравится разработчики такие нет пожалуй без них ну ладно я надеялся нет это очень круто потому что в гонках вирме кажется гонки симуляторы авиа и космические это прям то что надо надо будет прям закидываться этими средствами от укачивания реально и болит в общем а у sony есть собственно разработка в сфере виртуальчиков виртуальной реальности напомним playstation vr если вы придете сегодня на игромир и если вы придете завтра на игромир и послезавтра на игромир а еще если вы подписчик playstation plus и у вас очень много терпения то вы сможете в целом попробовать playstation vr на стенде sony или пойти на стенд игромания и попробуйте чеки окулус рифт с определенным количеством дымоверсий да все так правду говоришь все верно playstation vr раньше назывались project morpheus вдруг кто нибудь это упустил и недоумевает что такое playstation vr да вполне может быть да я до сих пор негодую гранина мать или внимательный смотреть игроманию утром потому что мы во всем этом рассказываем да следующая новость такая для артемия козлова скажем так кстати артемий привет он сейчас летит в прагу по моему да летит летит в прагу да артемий сейчас в воздухе в общем воздухе я думаю подбросили и не поймали это то что можно сказать чтобы нас не уволили витает витает в облаках да давай сома продалась тиражом 92 тысячи копий за неделю очень даже неплохо для такой маленькой игры маленькой такой игру да фрикшнл геймс объявили что продажи хоррора за первые 7 дней составили 92 тысячи копий а для сравнения предыдущая игра компании это амнезия the dark descent продалась всего лишь жалкий 20 тысяч 20 тысяч жалких копий она была экспериментально она была хоррором но в общем не это я так говорю для сравнения то что но очень круто потому что хорошие игры вся ниша артемий очень котирует все что котирует артемий должны котировать все вообще в этом мире вот так вот потому что я я действительно вот я уже не разговорил еще раз скажу когда артемий стримит единственный стример после чьих стримов я покупал игры я вот дарки с данжен себе купил и про этих про шпионов забыл как называется контор спай наверное да да нет 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 я понял пошаговая игра про шпионов до инвизи был инк да инвизи был инк да я купил и не пожалел общения мне просто кажется ты даешь ему стримить игры которые тебе вот я не знаю хочется поиграть артемий респект молодец вот собственно они рады отсутствию сома отдельного издания логично издателя издателя господи да и потому что все деньги приходят естественно напрямую разработчикам и это прекрасно разработчики должны сюда получать больше денег на мой взгляд а мне очень понравилось я на них цели на будущее конечно за первую неделю продали девяносто две тысячи копий но не собираются останавливать это хватит на да 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 хотят продать сто за месяц то есть за первую неделю девяносто две а за остальные три недели проблемы перевода мне кажется что они имели ввиду что за следующий месяц они хотят продать еще 100 копий ажио мне так и часто конечная черная то есть мне кажется просто это трудно это лоскин транслэйшн он не может быть да то есть потому что это звучит абсурдно то есть они за неделю продали девяносто три тысячи копий и за три еще недели продать еще восемь с другой стороны большинство продаж игры как правило приходится вот на какой-то первый период возможно я не думаю что не настолько короткий да это было очень странно забавно фан-факт я думаю что они имеют ввиду что за следующие три недели они хотят продать еще 100 копий и 100 тысяч копий так вот что касается продолжим это еще не вся новость ребята сказали что этих денег которые они уже заработали им хватит на два года существования их студии что очень хорошо то есть мы почти можем быть уверены что игра игра компания фрикшнл геймс не закроется ближайшие два года наверняка все равно будут собирать на кикстах да но это в духе уже как с дивинити оригинал сын 2 который мы чуть позже поговорим например мне кажется будет так же они чуть-чуть будет денег собирать чтобы добить проект вот все что было достигнуто ранее в жанре сожжено и развеяно как писали в нашей рецензии я это такой небольшой тизер почитайте обязательно рецензии от олега да он легче ну да это второй наш большой любитель секретный любитель инди и всяких других хороших игр и с инди и смыслов в общем да игра получилась неплохая обязательно попробуйте если вы фанат подобных развлечений да вам будет страшнее играйте в я ревни а можно не знаю но не галя на всякий случай не играйте игроки нашли в metal gear solid the phantom pain новый баг с сохранениями вот такие вот дела какие-то эти истории вокруг metal gear solid 5 не утихают проблема существует только на playstation 4 связано с игрой на нескольких учетных записях если вы играете the phantom pain с нескольких аккаунтов sony entertainment network или psn мне кажется это возможно в случае если у вас дисковая копия до либо на каждом аккаунте куплена игра потому что если я тебе правую версию купили вы не можете на двух аккаунтах играть по моему я так понимаю но у тебя может создать несколько аккаунтов примеру для твоих домашних ну для тебя там для брата для отца и так далее для матерью чем черт не шутит может тоже любит metal gear и вы все играете условно говоря вот в общем да суть в том что игра может написать что сохранение нельзя использовать так как соответствующий контент не найдены при этом сохранение еще и повредятся издательство konami объявила о том что она в курсе проблемы и сейчас занимаются ее решением и посоветовал пока что использовать для игры в the phantom pain на playstation 4 только одну учетную запись сен ну или песен в смысле просто переименовали в sony entertainment network psn но как-то это прошло так знаешь вскользь многие до сих пор стены на пенсию хорошо всем зачем они это сделали пойдем зайдем на станцию они просто сделали они абстрагировались от playstation же там было playstation network а тут sony entertainment network они просто глобально смартфоны какие-то идеи еще не знаю экосистема готовят собственно как сделала xbox с виндой и microsoft в смысле с десятой вот теперь видимо sony в этом направлении тоже движется что касается металл gear solid 5 это не первый баг к сожалению с сохранениями уже был аналогичный с quiet при которой с молчуней простите при которой нельзя было брать его на некоторые миссии иначе вы сталкивались с проблемами не могли дальше продолжить игру вот такие вот дела да я хотел еще пару слов сказать про konami вообще молодцы последние дни месяц может быть ладно так скажем они очень быстро пофиксили бакс клавиат уже довольно быстро и уже отреагировали на это дабак и обещают что починид это круто молодцы так держать можно простить им за это то что они вырезали третью главу вырезали в третью главу но это не факт вообще вы понимаете что когда школьник мы не виноваты я хотела ли угрозить только дима дать им нет кодзима виноват потому что у него извини меня была и открыл портал очень много времени скажем так мягко говоря очень много времени надо как-нибудь слушай выпуск агромани уже не то посвятить этому серьезно потому что обсудить это как раз его можно стульями кодзима пригласили кодзима пип или хороший человек да да кстати короче да у него не будем давай не будем этого снова в общем запускать туда руки бак скоро пофиксит пока что играйте с осторожностью потому что наверняка многие сейчас играют до phantom pain и многие могут столкнуться с такой проблемой да кто-то сидит на игромире я уверен что снэйк когда я приду включу он не знаешь как кто скажет давно не виделись друг да такой кепти вейтинг да и слеза такая или постареет и умрет да 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 вот кодзима мог бы так было круто да серьезно долго играли в мою игру самоуничтожение нет не так вы слишком долго играли не в мою игру поэтому все он умер а кто-то кстати не играет а ждет вечерних стримов но после игромера возобновим времени вообще не хватает после игромера все будет следующая новость автор саундтрека оригинальный мир сетч напишут музыку для продолжения вот так вот радуйтесь фанаты да там была очень хорошая музыка славненький амбиент радуйтесь фанаты solar fields а именно так зовут человека под псевдонимом магнус биргерсон это псевдоним человека по имени это шутка была заходить продолжай пожалуйста студия дайс объявила что создание музыки собственно займется магнус биргерсон также известный как solar fields который написал музыку к первой мере сетч он вот прямая речь от него услышав предложение дайс я сразу подумал что было бы здорово продолжить с того места где остановился в прошлый раз создавать новые миры новые чувства новые звуковые темы исходя из того что будет в мир сетч катались сейчас моя задача воссоздать игровое окружение и в музыке и усилить игровые моменты собственно ничего необычного не сказал ладно вот но звучит мило мне кажется он романтик типичный ну конечно он же музыкант а не все музыканты но да и есть какая-то ниша музыкантов как это сказать есть слово прям крутится на гэна языке не могу произнести в общем да по разному бывает но он явно из тех кто довольно ванилин ну это и неплохо музыка хорошую пишет и ладно слово на буквы г теперь мы не произносим в эфире просто я не боюсь кого-то обидеть потому что я не хочу вкладывать в это негативный смысл я просто так называю этих людей для простоты в общем фанаты русского рока видимо ты хотел сказать он уточнил что работает ну естественно не хотим никого обидеть очевидно вот слушайте что вам нравится он удачи да он уточнил что работает над созданием музыкального оформления катались на протяжении одиннадцати месяцев за это время я знал что игра будет еще до того как вышла первая часть за это время у него скопилось уже порядка 70 гигабайт сэмплов и треков это довольно много вот так что мы будем надеяться и верить что музыка в игре будет на уровне хорошая да как в первой части потому что музыка это нам на мой вкус одно из лучших что было в Mirror Search первый мне очень понравилось Mirror Search мне этот экспериментальный формат очень зашел я безумно жду продолжения мне к сожалению ну так никак я ее бросил реально через там часа четыре или пять геймплея или сколько это? она всего на семь где-то тысячи не на нем ну правда я прошел пол игры и мне это было так ну как-то тоскливо есть были откровенные промахи но при этом вот паркур от первого лица меня тогда очень зацепил нет сам концепт очень крутой ну вот а то что я видел на экране ну в Mirror Search может допилят ну да в Catalyst определенно допилят то что уже показывали мне нравится намного больше чем в первой части я безумно жду один из главных релизов начала будущего года напомню что она выходит 23 февраля 2016 года в один день с Deus Ex Mankind Divided о которой мы кстати вчера очень плодотворно поговорили в прямом шел и встретил с ребятами еще раз а мы еще вчера видели как он возвращался домой на метро Дамьен и он сидел рядом с каким-то мужчиной в профи он немножко похож на Адама Дженсона без очков потому что у него такая тоже щетинка и смотришь на него и во-первых думаешь что он никогда об этом не просил ну естественно только не Дамьен а Жан Франсайдюга да простите я путаю у нас слоты были подряд да 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 ну вы поняли прекрасно о чем я а во вторых рядом сидит мужчина и даже не подозревает о том что рядом с ним едет человек который придумал осуществил вот эту офигительную историю стиле киберпанка с масонами с золотой палитрой ладно поехали о хорошо золотая палитра золотая палитра это прям премия какая-то для художников золотая палитра надо было этим вчера отдать парнем из CD Projekt Red за то что ничего не сказали про палитру своей игре тем временем пока происходит веселые вещи у нас на игромире 16 процентов активных игроков покинули дота 2 за последний месяц вот такие вот дела я сразу перейду к самому соку причинам по которым это могло случиться я могу сказать что 16 процентов зрителей покинуло игроманию утром за последний месяц я думаю это связано я думаю да не вернитесь прекратите это делать катайте в дотку и смотрите вернитесь к нам на дотку не возвращайтесь мне интересно мнение аналитиков смотри возможно нам это тоже поможет как-то причины среди которых значится начало учебного года завещение завершение чемпионата the international 2015 и большое количество ошибок и баков dota 2 reborn но у нас нет ошибок мне кажется из этих трех причин одна подходит нам одна точно нам подходит наверное это завершение the international именно из-за этого люди перестали свои прямые трансляции просто ушли окей игромания nationals количество игроков сократилось за минувший месяц с 600 тысяч до 510 примерно ну да да несмотря на релиз обновления reborn которая вышла там видимо если там много багов то это релиз обновления бы не поможет слушай возможно это вот люди посмотрели которые знаешь у которых там по три тысячи часов наигрыша в дотке условно говоря вот выходит обновление они его запускают им там что-то не нравится не такие ну вот момент реально остановиться наконец там завязать я думаю что те у кого много сотен часов в дотке это не те люди которые завязывают чаще я не знаю металл гир еще вышел кстати вот вася подсказывает ну конечно металл гир и дота это прямые конкуренты естественно там выходит металл гир надо бросать дотку и идти туда как сообщает к таку это самый большой отток игроков доту за последнее время самый близкий к этому был это девять процентов людей а так ли ну что гейб трон пошатнулся надо что-то думаете надо что-то делать возможно пора добавить нам пару человек в команду half life 3 чтобы их стало три вот и может быть может двигаться в направлении чего-то к чему-то новому отклонируй себя да отклонируй себя по полной sky 1 занимается дотой другой шапками третий с тимом а четвертый разрабатывает халфу ладно берем к следующей новости не очень радужный как мне кажется сейчас ты кстати подробности расскажешь потому что играл в unity вот такой небольшой тизер в assassin's creed syndicate появится микро платежи давно мы этого не делали микро платежи сказали в юбисофт и такие вот кстати да студия юбисофт к вебек заявила что в assassin's creed syndicate можно будет за реальный бабос вот так вот докупить всяких предметов упрощающих прохождение ну куда ты катишься юбисофт ну куда ты катишься почему юбисофт и такой круглый логотип чтобы проще было скатывать в syndicate вправду появятся микро платежи заявляют ребята из юбисофт вебек которые сэкономят игрокам время и упростят прохождение может не вы будете выпускать вообще игру чтобы упростить игрокам прохождение мы потратим на нее ноль времени тогда сократим время до нуля блин ну реально принцип тот же что и в black flag за деньги можно купить самое мощное оружие и другие предметы на поиск которых у вас нет времени слушайте если у меня нет времени на поиск предметов я не играю в эту игру блин ребят вы чего ну правда ты же знаешь настоящую причину все знают настоящую причину давай наш любимый да нет вот так понимаешь и в стол ассасин's creed syndicate нет домой все домой выпустите лучше ассасин's creed chronicles вообще забыл о том что она выходит слушай там же круто там россия будет да он уточнил что микро платежи не обязательно не являют на бану спасибо баланс синглплеер на игре это кстати правда мультиплеер там тоже есть было в black flag было в unity действительно я хочу рассказать в black flag я вообще этого не заметил я не уверен где это используется играл довольно давно на старте playstation 4 что касается unity по моему там в экипировке ассасина если не ошибаюсь были какие-то закрытые окошки за реал то есть можно было нацепить что-то купленное вот непосредственно в psn но это все не напряжено unity не добрался на бренда и даже обогована дерьмо но я слухать сказать это black flag полностью прошел получил огромное удовольствие один из лучших ассасин's creed только он не ассасин's creed как бы вот и если будет такая же умеренная система то как бы фиг с ним если что обидно действительно что за игру платишь 60 баксов или 60 евро или свою почку в россии отдаешь за нее с нынешними ценами а тебе как бы вообще в принципе такое отношение что хотят от тебя еще денег условно говоря вот это вот неприятно да нет то что хотят денег ради бога понимаешь я подожди я правильно понимаю что этот контент будет доступен и так может какая-то какой-то специально и раз построена фраза так что чтобы не тратить ваше время окей значит я могу потратить время получить контент вероятно да просто стоит хреново прорву мне больше нравится что это не нарушит баланс то есть я в начале игры такой прихожу ага вот до этой до этой штуки мне качаться типа 10 часов а я ее купил не нарушает баланс это же сингл вообще не нарушает баланс в игре но если нужна эта штука значит ты не можешь проходить с более слабым оружием и соответственно упрощаешь себе игру на что-то типа изи ладно давай двигаемся дальше в общем блин странно не однозначно то есть это не мешает игре можно знать но ладно да двинемся дальше на создание divinity original sin 2 собрали более двух миллионов долларов между прочим да тем временем кикстартере закончилась компания позавчера или вчера я точно вам не скажу сейчас они посмотрят наверное потому что за вчера позавчера и за 35 дней лариан студия собрала более двух миллионов на кикстартер а также несколько десятков тысяч через сервис paypal этого хватило чтобы закрыть все дополнительные цели я включаю усложненный режим древо умений поддержку модификации и режим game мастера при этом пол миллиона долларов было собрано за первые пол дня на прошлой неделе мы сообщили что к работе над проектом присоединился крис авилон по моему на этой неделе поможет и на этой на днях на днях на днях участвовавший создание фоллаут 2 плэнтский тормент и так далее и тому подобное еще и забавно интересная новость связана с divinity original sin 2 на сиди проекторы от разработчики ведьмака добавят туда своего персонажа нпс разработают персонажа для лариан студию одного из это очень круто круто знаешь такое я надеюсь что они все таки да другом и вместе сидят пиво пьют я надеюсь он будет похож на геральта серьезно или на кого-нибудь из вселенной я знаю что я на профильном форуме читал что было бы круто если бы вели персона если бы это было бы цири который путешествует между мирами о это было бы это было бы вообще это было бы вообще я надеюсь они это сделают они это сделают насколько я понимаю это будет абсолютно новый персонаж скорее всего но его набивающий коров просто такой да да это правда очень круто было бы если бы была цири путешествующие по мирам это вообще ну то есть кто то написал он молодец респекту я надеюсь он при этом еще работает в лариан студии на самом деле нет он просто просто парень просто фантазер да просто хороший фантазер whatever давай дальше да перейдем к следующей новости бета-тест рейнбоу сексидж продлили еще раз сколько можно сколько можно искали мачно продлевать будете брать бисовт таки да продлила и бисовта бета-тест сетевого шутера рейнбоу сексидж до 4 октября первую очередь связано с тем что большой наплыв игроков желающих попробовать эту эту замечательную игру и смотрите я не только ругаю бисовт и хвалю я у меня очень понравился рейнбоу сексидж я очень хочу в него поиграть но из проблем с коннектом потому что но это бета это неудивительно они тестируют сетевой код они тестируют вообще все что можно тестировать матчмейкинг и так далее это уже второй бета-тест первый был с плохой оптимизации сейчас это было альфа-тест да сейчас оптимизация хорошая но проблемы с коннектом нормально отлаживают ребята 1 декабря игра должна выйти собственно сначала был запланирован тест 24 по 28 если вы помните на трансляции кто нас смотрел я тоже не мог очень долго подключиться на playstation 4 не было таких проблем вот честно хочу сказать у тебя нет а ваним игол что-то у него были ну вот раз на раз не приходит но зато мне говорил что на playstation проще играть я играл ночью я не знаю у меня с чем сравнить я сейчас объясню почему там геймплей сделан так мне очень нравится как там сделано тебя могут убить спар выстрелов буквально да могут там смысл не в том чтобы вместе стрелять куда-то в нужную точку а обмануть противника да очень тактичная игра в этом плане то есть надо обмануть обойти как-то в общем схитрить за счет того что почти все можно сломать в доме в который который вы штурмуете жалко крышу нельзя взорвать крышу можно иногда взорвать прям целиком всю крышу в смысле целиком ты ставишь эту штуку взрываешь я хотел вообще всю крышу снять иногда полы можно там ломать в общем никогда не там целиком там тебе нужна ракетница извини а спецназ не идет на операцию с ракет мне нужен metal gear вот собственно продлили до 4 октября игра выйдет 1 декабря я питаю большие надежды что она выйдет успешно я надеюсь на выйдет успешной что Ubisoft все сделает как надо сервера в первый день заработают коннект будет хороший матчмейкинг хороший в общем детишки здоровые детишки жара красивая и так далее все это желаем потому что игра действительно с хорошим потенциалом я мне кажется с таким удовольствием играл последний раз в team fortress 2 ух ты как но у меня другое мнение по этому поводу но не ради бога действительно да согласен мне просто мне очень нравится концепт но мне кажется что игру забудут также как забыли тайтан фолл или эволд тайтан фолл не такой хороший концепт мне кажется в тайтан фолл был повыгрышный там был вертикальный геймплей бег по стенам и так далее там это все на реактивных скоростях но плюс титан геймплей очень однообразный но нет никаких понимаешь вот таких же что там из-за того что ну ладно запускать новую передачу на твиче в которой мы будем спорить серьезно потому что уже второй повод с игроманией да ладно поехали дальше да быстренько одной строкой буквально бесплатную drive club удалят из playstation store на следующей неделе не успела появиться она значит только ее ждали и последний день когда подписчики по из плюс могут забрать бесплатную версию это 6 октября если вам вообще надо да drive club playstation плюс эдишнами а так называется бесплатная версия это нечто вроде демо версии бесплатное издание входит 11 треков и 10 автомобилей что кстати довольно недурно стоило ли ждать этого 8 месяцев это для это не для тех кто ждал drive club уже тема а для тех кто не знает покупать ли драйв да потому что те кто ждал от этой бесплатной версии обещанные вместе с запуском это было прошлой осенью напомним прошел уже год можно сказать игра обещали на запуске дать бесплатную версию в итоге на запуске ничего не дали прошло 8 месяцев далее дали бесплатную версию которая уже никому не в принципе была не нужна ну ты скачал посмотрел я даже не скачал я график так оценил прикольный я скачаю до 6 октября если успею а мне принципе пофиг на драйвклаб уже потому что тогда мне было интересно прошел год извините сейчас столько релизов что на драйвклаб просто всем я хочу сказать что evolution studios обещает поддерживать гонку еще по меньшей мере будет вот последнее дополнение доступно по сезонному абонементу вышло в июле вот такие вот дела у нас драйвклабом а следующая рубрика кино и сериалы да джордж мартин проверка сведения о полнометражной игре пустолов о которой мы вчера вам рассказывали но вы об этом не знаете потому что свет выключился потому что мы рассказывали да вот все это всем всем нашим слушателям на игромире вот автор крижного цикла песни льда и пламени опроверг сведения крижный цикл крижный который у вас кри который у вас корежит в ожидании шестой книги да все не на том что канал hbo займется съемками полнометражной игры престолов сразу после завершения сериала собственно джордж марсин их опроверг написав в твиттере да эти заявления не имеют ничего общего с реальностью в данный момент никто не работает над фильмом по мотивам песни льда и пламени вот заявил он в своем блоге но как верно отметил наш новостник что он просто написал что сейчас никто не работает ну да сериал то еще но есть пару тройку лет будет идти поэтому по сути ничего не опроверг посмотрим посмотрим мне кажется в полнометражном формате потеряется часть обаяния там очень ну ритм очень важен тут я сейчас немножко закончу и давай давай продолжу с тобой до обсуждения то что есть тоже что сказать daily star собственно писала что ссылаясь на мартина говорила что будет продолжение вот и мне кажется что марсин написал чтобы на чуть-чуть прикрыть свои тылы так сказать от разъяренных коллег по поводу полнометража не очень понятно если будет властелин колец на три части разбитый что норм просто но я представляю игру престолов вот как бы в таком фоне надо переделывать как бы формата вырежет широкого метража это не сработает потому что просто будет какая-то мясорубка предательство мясорубка предательство то есть один персонаж умер ты не успел попереживать условно говоря умер следующий но это это будет странно надо как-то это по-своему возможно они просто будут последнюю может книгу делать может быть фильм да может поэтому он так долго и пишет потому что на самом деле он не снимает сценарий да посмотрим посмотрим будет хорошо не будет фиг с ним мне придем да к основной новости сегодняшнего дня тема дня это анонс игра мира да и на анонс игра мира и на нем анонсировали возвращение зангиева street fighter 5 вот такие вот дела на нашей милой российской выставке напомним до раскрыли личность еще одного персонажа street fighter 5 и это стал зангиев захар победил в нашем споре если вы помните я почему-то никто не помню это потому что это нельзя было говорить до того как состоялся литер а не помню по preserved не уже мои ваши дела не исследовали мы в эфире обсуждали мы знали о том что будет анонс какой вот новемся же на игра мире да уже можно это сказать пришло по почте я подумаю что есть на играм миля то видать это кто то русский но при этом пресс релиз был составлен таким образом что новые персонажи было непонятно принципиально новый или возвращение но я не поэтому думал что это мало не занято потому что сейчас должно быть tried Viktor 5-4 новых персонажа. Было написано, что объявят нового персонажа. Я так понял, что они продолжат вот эту линейку, что они едут куда-то на выставку и раскрывают нового абсолютно регионального персонажа. Я думал, это будет что-то типа дочка Зангиева или еще кто-то. Я подумал про Заичней, что это Зангиев и, к сожалению, наверное, Капкам тоже подумал так же. Все любим Зангиева, это неплохо. Всегда прикольно увидеть нового лица. Всегда прикольно нового персонажа, особенно если это сын, дочь или брат, мать, я не знаю, отец. Брат матери и так далее. Главного героя. Ну, не главного, а Зангиев в данном случае. Главный герой для России. Главный, да. Если вы не играете за Зангиевой, то с вами что-то не так. Собственно, разработчики ранее представили еще двух новых персонажей для серии, Никалия и Рашида. Рашида, кстати, представили на выставке в Дубае, поэтому продолжают они какую-то свою тенденцию. Еще раскрыли личность Карин, которая прежде появлялась только в Street Fighter Alpha 3. Пятый Street Fighter выходит весной на PlayStation 4 и ПК. Обладатели, избранные обладатели PlayStation 4, уже успели поиграть в бета-версию и ознакомиться с тем, как будет выглядеть игра на старте. Вот такие вот дела у нас. Игромир растет, есть какие-то анонсы наши собственные, причем такие прям мировые. Это очень приятно осознавать, как по мне. И надеемся, их будет только больше. Да, и вообще Игромир в этом году прям трещит от количества иностранных гостей. Просто я сравниваю там с первыми Игромирами и сейчас. То есть это такое, просто такая дикая эволюция. И мы всех завербовали. Да, мы почти всех, 99% завербовали. Сейчас я буду звонить, узнавать, может быть, получится завербовать кое-кого интересного еще и на субботу. Отлично, отлично. Будем ждать от тебя новостей с нетерпением. Да, на этом основной блок закончен, дорогие друзья. Да. Встретимся с вами через небольшое время. Первый слот сегодня, к сожалению, отменился, потому что спикер Билайна немножко приболел. И мы договорились на завтра, поэтому мы, наверное, начнем с 12.30 с Панзара. Возможно, перед этим мы включимся, еще с вами пообщаемся. Так что не подходите, трансляция все равно будет идти. Камера будет стоять, вы будете нас видеть. Мы иногда будем с вами общаться. Не забывайте, что мы проводим розыгрыши в процессе, в чате. Среди всех зрителей разыгрываются уйма GTA Gift Cards на 2 евро и, господи, StarCraft 2 Legacy of the World Beta. Все верно. Спасибо большое, что были с нами. Игромания утром заканчивается. Вернемся завтра с бонусным выпуском, потому что в субботу мы никогда еще не вели игромания утром, но терпимся повод. Да, но мне кажется, знаешь, это карма. Карма, чтобы вчера свет выключился, потому что у нас должно в неделю выходить. Ой, мы и так бы это сделали. Да, я мистики наведу, я в этом все, естественно, не верю. Ну давай, наводи, директор РЕН-ТВ. Спасибо, что были с нами. Василий Копейкин, Артавас Мурадян, Захар Бочаров. Скоро увидимся, не расходитесь. Пока. Пока.